Вопрос с запретом парковки на улице Зернова вдоль первой поликлиники до перекрестка с улицей Московской уже обсуждался на прошлых заседаниях комиссии. Запрещать стоянку транспорта полностью не будут. Однако в ближайшее время на этом участке установят знак «Остановка запрещена». Он будет действовать с 16 до 18 часов каждый день. Контролировать соблюдение этих дорожных знаков будет инспекторский состав. Знаки там установлены с соответствующей табличкой эвакуации. Поэтому если там кто-то будет нарушать право дорожного движения, естественно, транспортные средства мы будем задерживать в помещении на специализированную сохраняемую стоянку. Как считают члены комиссии, запрещать стоянку полностью на этом участке не стоит, поскольку проблемы с движением там возникают только вечером, когда горожане едут с работы. Однако даже установка знаков не поможет быстро преодолеть этот участок. Когда поток движется медленно, машина не мешает. Ну кто-то ее объезжает, потому что впереди все равно. Они продолжают стоять в две полосы перед светофором. Потому что сейчас пик, естественно. Но при этом настойчивые требования уберем машину. Принципиально это ничего не изменит. Еще один вопрос касался изменения режима работы светофора на Московской ближе к ЗАГСу. Сейчас администрация работает на синхронизации этого светофора со светофором на перекрестке Зернова. Допустим, если удастся нам решить с минимальными затратами, и мы реализуем этот проект, он будет оптимальный. Когда Зеленая улица включилась для пешеходов на трех светофорных объектах. Машины все встали, люди спокойно перешли. Также на заседании комиссии по безопасности дорожного движения речь шла о том, чтобы упразднить нерегулируемый пешеходный переход на улице Зернова от парка к бане. Я согласен, что там действительно, особенно когда сверху пытаются проскочить на большой скорости, а если кто-то выходит из сквера, риск, особенно в зимнее время, очень высок, совершение какого-то ДТП и так далее. Однако этот переход просит оставить пешеходы. Сейчас прорабатывается возможность установки светофора в этом месте. Канал 16 будет следить за развитием событий. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.